МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите Хабар 24 в эфире новости в студии Иван Тулинов. Здравствуйте. Казахстан будет расширять транзит в Китай. Для этого построят новую железнодорожную ветку до стык МОНТ. Общий объем инвестиций превысит 2 миллиарда долларов. Об этом заявил Касымжумар Тукаев на пленарном заседании 6-го Восточного экономического форума. По словам президента, наша республика добилась хороших результатов сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Нужно и дальше расширять географию и развивать торговлю. Подробности у Ирины Панфиловой. Дальний Восток для Казахстана имеет большое значение, ведь он соединяет Евразию с Азиатско-Тихоокеанским регионом, который сегодня динамично развивается. И сотрудничество это нужно еще больше укреплять, считает президент Тукаев. Казахстан, как крупнейшая экономика Центральной Азии, планирует усилить свое присутствие в данном регионе. И такой подход отражает суть отношений нашей страны с партнерами в Азии. Опорным элементом евразийской стратегии Казахстана стало всестороннее сотрудничество с Российской Федерацией, нашим стратегическим партнером, союзником Великой Евразийской Державой. Ключевое значение при развитии партнерства имеет эффективная транспортная инфраструктура. Нужно строить ее, считает президент Казахстана. И детально расписывает участникам форума, какие у нашей страны есть потенциалы и возможности в этой сфере. В том числе связанные с Евразийским экономическим союзом и глобальной китайской инициативой «Пояс и путь». Казахстанский транзит доказал свою экономическую привлекательность и надежность. Поэтому мы продолжим совершенствование инфраструктуры. В частности, начинаем строительство новой железнодорожной ветки ДОСТЭК МОИНТЭ для расширения транзита из Китая. Общий объем инвестиций составит более 2 миллиардов долларов. За годы сотрудничества представители Казахстана и России успешно реализовали сотни совместных проектов в различных сферах. Подобный опыт работы у нашей стороны есть с Китаем и Южной Кореей. В общей сложности в республику привлекли больше 365 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Даже в прошлом году, когда мир охватил кризис, чистый приток финансов в Казахстан вырос на 35%. А взаимный товарооборот со странами Азиатско-Тихоокеанского региона превысил 43 миллиарда долларов. Львиная доля пришлась на Россию, Китай и Корею. Считаю, что у нас имеется большой потенциал для дальнейшего развития торговли и расширения ее географии. Здесь следует отметить роль Евразийского экономического союза, который обещает стать ключевым игроком в мировом торгово-экономическом сообществе. Сегодня перед миром стоит важная задача обеспечения продовольственной безопасности. И здесь, как никогда, нужна кооперация, считает президент Казахстана. Касым Жумарт-Токаев призвал коллег сплотиться и помочь нуждающимся с качественными и недорогими продуктами питания. Тем более, что возможности у ведущих сельскохозяйственных стран есть. Профильные ведомства Казахстана и России могли бы рассмотреть возможность координации усилий с целью вывода сельхозпродукции на рынки третьих стран. Казахстан работает с Китаем по вопросу расширения номенклатуры продовольственной и сельхозпродукции для экспорта КНР. Долгосрочное сотрудничество в области поставок продукции может стать по аналогии с транзитно-транспортной сферой еще одним примером успешной региональной кооперации. Инвестиции в угольную промышленность сокращаются, уменьшается финансирование нефтегазового сектора. Таковы реалии. Все это не просто создает риски для экономик, но и может привести к дефициту ресурсов, инфляции и снизить уровень жизни. Считаю, что к данному вопросу следует подойти максимально прагматично и по возможности скоординированно. Каждой стране предстоит пережить сложную по своему содержанию трансформацию технологического и экономического уклада. И это, конечно, вызов национальным экономикам. Но на региональном и тем более глобальном уровне выиграть можно только сообща. Тем более сейчас, когда несмотря на существенный прогресс в технологиях и качестве жизни, мир стал гораздо более уязвимым в плане безопасности. Казахстан придерживается принципа «Евразия – это наш общий дом». Мы готовы к продолжению конструктивного сотрудничества во всех сферах. Государства нашего уникального континента могли бы стать сплоченным сообществом, объединенным идеей совместного созидания будущего путем взаимовыгодной торговли и экономического сотрудничества. Такой подход, безусловно, придаст мощный импульс к развитию региональной и глобальной кооперации, сформирует новые точки роста в экономике. Ожидается, что одной из таких станут совместные проекты Казахстана с группой компании «Сбер». Представители сторон сегодня подписали меморандум о сотрудничестве. Документ позволит развивать цифровую трансформацию, организовать переходы к платформенной модели цифровизации и концепции «дата-драйвинг-гавермент». С нашей стороны подпись поставил премьер-министр Аскар Мамин. С российской – председатель правления Сбербанка Герман Греф. Данный проект символизирует взаимное доверие наших государств, поэтому является поистине стратегическим по своему характеру. Участие Сбера, который очень успешно функционирует на нашем рынке действительно в течение более 15 лет, в создании институциональной основы казахстанского гостеха, делает сотрудничество между Казахстаном и Россией более разносторонним за счет такой чрезвычайно важной сферы, как интеллектуальная технология. По сути дела, это серьезный прорыв. Нет сомнений в том, что реализация этого стратегического проекта окажет содействие повышению качества жизни граждан Казахстана и улучшению бизнес-климата. Хочу поблагодарить президента Казахстана. Я знаю, что Казахстан Жаман Кемельевич погружался в эти вопросы лично, и лично этим занимается, уделяет большое внимание вопросам высоких технологий современных. Мы с вами неоднократно обсуждали эту тему, и я хочу вас поблагодарить за то, что вы выбрали в качестве стратегического партнера, именно российского партнера. Участники форума надеются, что международная диалоговая площадка, которая уже стала авторитетной, еще больше укрепит партнерство, поможет странам привлечь инвестиции, создать рабочие места и в целом обеспечить устойчивый рост в будущем. Ирина Панфилова при поддержке телерадиокомплекса президента Казахстана. Хабар, 24. Водители Петропавловска вынуждены наматывать километры, чтобы заправить свои машины газом. Его нехватка наблюдается на многих станциях. С чем это связано, выяснила Нургуль Ахметова. Все в городе объехали заправки, вот только на этой есть заправка газ. А на остальных нет. Водители, которые заправляют свои машины газом, говорят, что в последнее время найти голубое топливо сложно, на многих станциях его нет. Сейчас у меня два часа промежуток. Вот эти два часа мне надо покушать или с машины позаниматься. Я бегаю, ищу топливо, заправится газом. Нету его нигде. На этой заправке газ есть, но продают его строго по талонам. Александр Николаевич, водитель газовоза с многолетним стажем, говорит, осенью часто так бывает, что топлива не хватает. Когда осень, постоянно такая ерунда. Вся область, все элеваторы на газе. Дождь прошел, сушки заработали. Чем сушить надо? А берут они не по 3 тонны, а по 60 тонн, а то и больше даже. А договора с ними заключается, если мы им газ не привезем, судебные издержки на нас ложатся. Как сообщили в управлении энергетики, в регионе 8 аккредитованных газоснабжающих компаний топливо закупают у октябрьских заводов. Запасы пока есть около 1300 тонн. Нехватка же образовалась из-за того, что многие не успели вовремя подать заявку на электронной торговой площадке. Принято министерством новые правила. 60% газа распределяется через электронно-торговые площадки. И наши газоснабжающие организации не успели получить необходимый дополнительный объем. В связи с этим, Акиматом Северо-Казахстанской области направлено письмо министерству энергетики о выделении дополнительного объема жиженного нефтяного газа на наш регион. Полторы тысячи тонн уже у нас в пути. И тысячи тонн дополнительно еще будут у нас к концу сентября доставлены. Тем временем водители беспокоятся, что нехватка газа может отразиться на его цене. Сейчас литры голубого топлива реализуют в среднем по 80 тенге. В селе Адаевка Костанайской области затягивают реализацию инфраструктурных проектов. По крайней мере, так считают местные жители. В следующем году истекает срок годности смертной документации на водопровод, а его даже строить не начинали. Непонятная ситуация и с газопроводом. Трубу в населенный пункт завели. И на этом активные действия подрядчика закончились. Жители села боятся, если нормальной коммуникации в Адаевке не появится, то многие попросту оттуда уедут и село умрет. Подробности в материале Артема Грапова. Александр Антипин – коренной житель села Адаевка. Все как у всех. Семья, работа. Каждую осень у него две главные заботы – заготовить на зиму дрова и уголь. Было, конечно, в мыслях такое переезжать. Сейчас цена очень большая на уголь. Каждый год растет, растет. И очень большая проблема. Вот это как всю зиму дом без присмотра не оставишь. Печку топить надо. Каждый день, иначе заморозишь. Эта проблема – никуда не выехать, ни с семьей, нигде. В селе Адаевка проживает почти 500 человек. Уже два года им обещают – скоро появится газ. Магистральную ветку тянут в соседнее село Алтенцарино. Сюда даже трубу завели. Один ее конец местные прозвали «памятником хорошей жизни». Просто дальше этого дела не пошло. Люди переживают – вдруг газификация Адаевки затянется, не начавшись. А вот второй конец той самой трубы. Здесь, как и там, работы до своего логического завершения доведены не были. Мало того, что трубу не закопали, самое главное – ее не подключили к основной магистрали, которая проходит рядом с селом Адаевка. Система водоснабжения – еще одна больная тема для местных жителей. Водопровод здесь старый, построен больше полувека назад. Оттого – постоянные порывы. К качеству воды у людей тоже претензии. Якобы наличие нитратов к ней превышает допустимую норму почти в пять раз. Это все влияет на отток населения, естественный отток. Люди хотят жить, где лучше. А для того, чтобы село дальше жило и процветало, нужны условия. Условия – это первое – газ, второе – вода. Уехавших отсюда больше, чем переехавших сюда. А выпускники местной школы после окончания вузов в родное село даже не возвращаются. Отсюда дефицит кадров. Трудности испытывает в первую очередь местное ТО. Его работники выращивают пшеницу и разводят скот. Животноводов и механизаторов очень не хватает. Нет условий, таких, как бы хотелось молодым людям на сегодняшний день. Они убегают, так будем говорить, уходят в сторону города. Ну, это век такой, я не думаю, что только в нашем предприятии. Это везде примерно такая обстановка. И вот, чтобы обстановку эту изменить, сельчане бьют тревогу. Просят ускорить процесс строительства новых коммуникаций. Тем более, что на водопровод даже смета есть. Еще с прошлого года. В районном Экимате чистую питьевую воду планируют подать в 2022 году. Но делом слово подкрепить не могут. Проект дорогостоящий и финансирует его республиканская казна. А будут ли деньги, сейчас сказать никто не может. Не хотелось бы, чтобы ПСД на полке лежало. Это, сами понимаете, через три года ПСД будет уже неактуально. Более того, сейчас, сами знаете, что строительные материалы дорожают. Чем быстрее мы зафиксируем стоимость посредством государственных закупок, тем будет лучше и эффективнее для нас самих. По газу тоже не ясно. Здесь та же ситуация. Вроде бы и планы есть, но львиная часть финансирования из республики. Именно по Адаевке срок я сейчас не могу сказать, но скажу то, что имеется перечень приоритетных бюджетных инвестиций по газоснабжению. И данным перечнем предусмотрена разработка проектно-сметной документации именно на газификацию села Адаевка и Бестубель. Судьба двух крупных инфраструктурных проектов решится в конце этого года, когда будет уточняться республиканский бюджет. Поэтому сельчанам остается просто ждать и надеяться. Артем Грапов, Ермик Мухамедьяров, Кустанайская область, Хабар, 24. В Усть-Каменогорске еще на два месяца откладывается запуск линий сортировки твердых бытовых отходов. Масштабный экопроект в областном центре планировали презентовать до 1 сентября. Но на стройплощадке будущего перерабатывающего предприятия лишь залит фундамент. Экологическая ситуация с действующим мусорным полигоном остается напряженной. Городская свалка уже переполнена, хранилище пожароопасно. Экологи предупреждают, в слоях почвы скопился воспламеняющийся свалочный газ. Затяжную войну с мусором увидел Вячеслав Ветлугин. Село Степное в пригороде Усть-Каменогорске уже срастается с городской свалкой, что поблизости. Местный ландшафт покрыт отходами с полигона. За 60-х лишних лет эксплуатации он разросся до угрожающих ближайшим населенным пунктам масштабов. А этот объект в нынешних реалиях для города стратегический. Рядом с действующим хранилищем ТБО сооружают линии сортировки мусора. Они должны серьезно разгрузить старую свалку. Но случится это, видимо, не скоро. Здесь лишь частично залит фундамент. Хотя срок сдачи сортировочного комплекса в паспорте стройобъекта намечен на сентябрь 2021 года. Меж тем, в Усть-Каменогорске вовсю готовятся к сортировке твердых бытовых отходов. Коммунальные службы даже закупили раздельные контейнеры. Но из-за физического отсутствия сортировочного комплекса все эти ТБО отправляются на склады коммунальных предприятий и ждут своей участи. Общественница Елена Березинская-Обилова поясняет, Без сортировки ТБО в промышленных объемах и вывоза отходов на действующие перерабатывающие заводы в Павлодаре и Алматы войну с мусором в городе не выиграть. Должна заработать сортировочная линия по переработке. То есть производственный процесс, вот именно в той стадии, которая сейчас есть, состояние вот этого полигона, оно заработает, когда будет запущена сортировочная линия целиком. Приступить к сортировке мусора в Усть-Каменогорске должны были в сентябре. Но запуск экоинициативы отложили как минимум на два месяца. В городском Акимате по уже устоявшейся схеме связывают отставание с коронакризисом. Якобы зарубежным поставщикам оборудования помешали карантинные барьеры. 1 сентября они планировали, но причина переноса, да, даты, да, запуска, это из-за пандемии. У нас там есть специальные оборудования, они не успели поставить именно с Греции в Казахстан. Полную же утилизацию всех скопившихся на востоке страны ТБО планируют начать не раньше 2022 года. К этому времени в пригороде рассчитывают построить мусоросжигательный завод для ликвидации органических отходов. Но это планы долгосрочные. Первоочередная задача сегодня – обезопасить действующий мусорный полигон. В его почве скопились пожароопасные свалочные газы. Территорию хранилища по рекомендациям экологов засыпали грунтом, создали естественный саркофаг. Со старым полигоном планируется провести его ликвидацию и провести рекультивацию нарушенных земель. Для этого необходимо сейчас разработать технико-экономическое обоснование, соответственно, выделить средства, определить сумму его, ну и провести работу в течение двух лет. Схожие задачи по расчистке мусорных полигонов ставят и в Нур-Султане, Алматы, Шемкенте, Атрау, Таразе и Ак-Тубе. В шести городах страны до 2025 года также планируют построить и запустить мусороперерабатывающие заводы. Вячеслав Петлугин, Ижигер Бабаканов, Курск-Каменогорск, Хабар-24. Больше 4,5 тысяч кур погибли на одной из птицефабрик Акмолинской области. Причем массовый падеж продолжается почти месяц. На предприятии приостановили выпуск продукции. Там не могут работать дальше из-за нехватки кормов и слабой продажи яиц. Оставшихся в живых птиц планируют выставить на продажу. По привыкной информации, падеж птиц произошел по причине недостаточного ухода за содержанием птицы. На сегодняшний день ветеринарной службой района было проведено обследование предприятия самой. Были отобраны патологические материалы и направлены в ветеринарную лабораторию для постановки окончательного диагноза. В Аральском районе Казалардинской области на реке Сырдарье построили плотину. По мнению специалистов, это позволит спасти от обмеления промысловые озера Камбаш и Акшатау, а также обеспечить водой пострадавшие от засухи пастбища и сенокосы. Однако не все жители села довольны этим решением. Аулы, расположенные в самом низовье реки, остались без воды. Подробнее в сюжете. Жители сел Боген, Карашаланы, Каратерен, расположенных в самом низовье Сырдарье, издавна занимаются рыболовством и животноводством. Низкий уровень воды в реке и засуха в этом году серьезно ударили по фермерам. Сельчане надеялись. С началом сбора урожая проблема хоть немного решится, и воды станет больше. Однако надежды рухнули, когда узнали, Дарьюда и Хаулов перекрыли. Это решение серьезно скажется на Аральском море. Рыбы не будет, население пострадает. В нашу сторону есть два шлюза диаметром 70-80 сантиметров. Сейчас там вода не проходит, потому что уровень совсем низкий. Население и животные без питьевой воды остались. Чиновники говорят, меры это вынужденные. Из-за обмеления вода в озерах Камбаш и Акшатау ушла от берегов почти на 300 метров. В результате пострадали пастбище и сенокосы. С перекрытием канала Бармакулак от реки Сырдалья и вводом в эксплуатацию водовода Аспай, важную для рыболовства озерную систему, удалось возродить. Сельчан просят не паниковать. Вода придет к ним в ближайшее время. На высоте 2,5 и 1,5 метра расположены оба шлюза. По нашим расчетам, через 2-3 дня вода полностью пройдет через водосток. С перекрытием одного из каналов в реке уровень воды поднялся. Благодаря этому вода уже поступает к сенокосным и пастбищным угодиям. Кроме того, сейчас в районе ведутся работы по очистке и ремонту 8 каналов. Первый из них, Бегтау, будет введен в эксплуатацию в ближайшие 20 дней. Кристина Алмаз, Казаканат Янтибаев, Атьмухамед Байдулдаев, Казлардинская область, Хабар, 24. Алматинцы с медотводом теперь смогут посещать торгово-развлекательные центры, но на руках нужно иметь соответствующую справку. Главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин подписал новое постановление. Оно вступит в силу с 4 сентября. Теперь и тем, у кого есть медицинские противопоказания, будут присваивать зеленый статус в системе Ашек. Такой же в течение недели будет у тех, кто сдал ПЦР-тест и получил отрицательный результат. С синим статусом не будут пускать выходные дни. Это все объекты, за исключением тех, кто проосуществляет междугородные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные вокзалы, объекты образования, вузы, колледжи, интернаты и общежития организации образования. В столице за два дня закрыли три ковидных стационара. Еще два планируют перепрофилировать на следующей неделе. В городском управлении здравоохранения решения объясняют снижением числа пациентов. Сейчас в больницах лечения получают чуть меньше полутора тысяч человек. Занято 40% от общего коечного фонда. Уровень заболеваемости вирусом в мегаполисе за месяц снизился в три раза. В сутки регистрируют в среднем 470 новых случаев. Медики продолжают призывать население вакцинироваться. В противном случае увеличится риск ухудшения эпидобстановки, а значит и возврат жестких карантинных ограничений. К событиям в мире. США не откроют доступ к хранящимся у них афганским государственным резервам, несмотря на призывы гуманитарных групп. Об этом сообщает агентство Reuters. Речь идет о сумме свыше 9 миллиардов долларов. С просьбой разморозить афганские резервы к США ранее обратилось руководство Центрального банка Афганистана. Таким образом, представители Талибана не смогут получить доступ к хранящимся там суммам. Тем временем в Афганистане продолжают расти цены на продукты питания и топлива. Происходит это на фоне нехватки наличных, вызванной прекращением иностранной помощи, а также блокировкой долларовых счетов. Напомню, ранее США заморозили активы Афганистана, также запретив туда ввоз американских долларов. Финансирование проектов в стране приостановили МВФ, Всемирный банк и Евросоюз. Евросоюз будет взаимодействовать с правительством Афганистана, которое сформировано талибами, не признавая его политически, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, это делается для обеспечения поддержки местному населению и является лишь оперативным диалогом. Кроме того, он добавил, что дальнейшие взаимоотношения Евросоюза с талибами будут зависеть от борьбы с терроризмом в Афганистане, уважения прав человека, эвакуации и гуманитарного доступа. В России сегодня День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата стала памятной после теракта в Беслане. Напомню, 17 лет назад школу в Северной Осетии захватили террористы. Три дня они удерживали в заложниках больше тысячи человек. 3 сентября в школе прогремели взрывы. В результате погибли больше 300 невинных людей, из них 186 дети. Порядка 800 человек были ранены. Ежегодно в России в начале осени проводят акцию «Помним Беслан». В Москве траурные мероприятия проводят на храме на Солянке. Там собираются бывшие заложники, родные погибших спецназовцев, врачи, которые помогали пострадавшим, а также сотни неравнодушных людей. Они приносят к памятнику воду, как напоминание о страданиях, которые перенесли жертвы в бесланской школе. В память о погибших в небо запускают белые воздушные шары. Это нас для всех, в первую очередь для СИН. Я думаю, для всех людей, способных тонко чувствовать и сопереживать. Жизнь вообще поделилась на до и после Беслана, поэтому... Я могу сказать по себе и по тем людям, которых я знаю, эта боль не проходит. И несмотря на годы, которые идут, на мой взгляд, она не уйдет. Она останется и придет лишь, может быть, большее осознание того, что произошло. Придет понимание, что он доделал, чтобы не повторялось. К этой минуте все. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин